ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всех приветствуем в эфире программа Мэнстайла. Если раньше все дороги вели в рим, то нынче они ведут в Бомбей. В город развлечений это не случайно. Только-только отшумели розыгрыши двух автомобилей Range Rover Walk и Range Rover Sport. И вот сегодня мы присутствуем на розыгрыше того самого автомобиля, владелец которого может по праву вписать себя в историю Range Rover Autobiography. Ну что ж, господа, все только начинается. Мы уже в эфире. Поехали. Кто-то ищет сокровища на далеких берегах и в таинственных овеянных историй местах. А кто-то находит их совсем рядом. Поиски сокровища роскошного отдыха не раз приводили нас в настоящий город развлечений. Культурно-развлекательный комплекс Бомбей. Внеочередной повод был более чем подходящий. Розыгрыш трех великолепнейших автомобилей Range Rover. На аперитив, если можно так выразиться, когда речь идет о королях английского автопрома, был разыгран красавец и волк. Один из лучших кроссоверов сезона. Яркое шоу-программа сделали мероприятие еще более насыщенным. Затем пришел черед мощного Range Rover Sport. И тут казино Бомбей вновь, помимо розыгрыша самого автомобиля, порадовал не только общей атмосферой праздника, но и энергичным выступлением одного из самых зажигающих исполнителей 90-х. Неутомимый Хэдуэй радовался обравшихся любимыми хитами. На десерт и вновь потянул на кулинарную тематику, наверное, от того, что шеф-повара Бомбей заслуживает отдельных похвал. Так вот, на десерт одному из счастливчиков достались ключи от безусловного флагмана линейки – Range Rover Autobiography. Но повышали уровень радостных эмоций в этот вечер специальные гости. Группа London Beat, чье горячее, нестареющее творчество и профессионализм по достоинству оценили зрители высококлассного ивента. Только отгремели фанфары осеннего марафона праздников от Казино Бомбей, и, как все друзья и гости, были обрадованы информацией о предстоящих праздниках, о которых мы, безусловно, еще не раз заговорим в следующих передачах. Журнал «Мэнс Хэлф Казахстан» совместно с «Реактор Кроссфит» объявляет проведение первого чемпионата по кроссфиту среди элит-профессионалов и фитнес-любителей. 15 ноября с 11 до 17 будем рады видеть тебя на крытых кортах в горьком теннис-парке. Вход свободный. Билеты можешь найти в сети кофеин «Глория Джинс». Чтобы узнать больше, заходи в группу «Чемпионат Мэнс Хэлф» и «Реактор Кроссфит» в Фейсбук. Генеральный партнер программы «Астория Казино». Деловые встречи – неотъемлемая часть жизни каждого бизнесмена. Сегодня мы находимся в необычном заведении, которое прекрасно подходит как для встреч с бизнес-партнерами, так и для теплых вечеров в кругу близких. Имя ему – «Файнфуд». Ну что ж, друзья, напротив меня Виталий Геббель, директор компании «Файнфуд». Виталий, добрый день. Добрый день. Вопрос такой. Как называется это заведение? Потому что вы сразу обозначили, что это не ресторан. Что это такое? Да, это очень хороший вопрос. На самом деле мы называемся «Файнфуд», «Гастрономический бутик». Так. И, наверное, я бы назвал это «Шефстебл». То есть это место, где можно отведать и покушать настоящие деликатесы, и так, как вы их хотите покушать. Наверное, так бы это и обозначили. Вот я так понимаю, что это веяние новое для Казахстана. Почему пришла идея? Как пришла идея? Сейчас я думаю, что Казахстан находится в период, когда люди хотят найти все-таки правильный концепт для рынка. То есть у нас очень сложно. Мы привыкли в ресторан ходить и пить, и кушать, и танцевать, и встречаться, и тому подобное. А я все-таки считаю, что к нам должны люди прийти и действительно покушать, и получить наслаждение. Конечно, один из моментов, что это все-таки индивидуально будет приготовление, это будут особые продукты, и, наверное, так бы я это и назвал. Расскажите о весомых преимуществах этого заведения. Ну, наверное, очень важное преимущество, что мы ставим огромное ударение именно на приготовление еды. То есть если мы захотим сравнивать с ресторанами, которые сегодня существуют у нас на рынке, очень сильное внимание уделяется дизайну, концепту. Но все забывают, что рестораны – это в первую очередь кухня, это сердце ресторана и еда. В нашем случае мы готовим исключительно из продуктов натуральных. Мы не используем какие-либо добавки. Мы готовим исключительно из продуктов нами самими импортированными. И человек, который сюда приходит, это те люди, которые четко понимают, что, во-первых, они хотят хорошо покушать, они хотят выпить вино и быть наедине. Я попросила у Виталия экскурсию по гастрономическому бутику. И первое, на что упал мой взор – это на большой аквариум. Покажете? Да, конечно, пойдемте, я покажу вам. Виталий, я вижу здесь огромное количество различной морской жирности. Расскажите про все. Ну, в первую очередь, конечно, уникальность все-таки в том, что это уникальное оборудование, которое создает абсолютно океаническую среду. То есть, идея всегда была в том, что, так как у нас нет моря в Казахстане, мы всегда были привязаны к поставкам, и у нас была возможность только накормить нашего клиента и самим, конечно, покушать один раз в неделю. И я долго очень думал, каким образом можно прийти к тому, что все-таки решили эту проблему тем, что приобрели это уникальное оборудование, которое нам позволяет 7 дней в неделю кушать свежие морепродукты и устрицы. Я так понимаю, в Казахстане больше нет такого оборудования, ни в одном из ресторанов. Абсолютно вы правы. У нас больше в Казахстане пока еще нету, но мы планируем растиражировать во многих городах, и в том числе в Алмате, чтобы это был не единственный аквариум. Потому что сегодня нам это позволяет иметь от 18 до 20 сортов устриц. Это у нас в Англии, это миди, это живые лобстеры и тому подобное. И можно сделать в подарки. Конечно. Вот то, что мы делаем абсолютно всегда в подарке, это очень удобно. Многие наши клиенты, это, конечно, все-таки состоятельные люди, и очень часто задают себе вопрос, а что ему подарить? У него уже все есть. И была идея сделать такие гастрономические подарки, которые сегодня пользуются уже огромным спросом. Прекрасная идея. Покажется подарок? Да, конечно. Вот, например, возвращаемся к нашим подаркам. Вы видите, во-первых, это очень высокого качества коробка, которую мы используем для подарков. И в этом подарке, например, мы видим глазированные каштаны, мы видим кусми-чай, о котором мы говорили. Только что говорили. Да, бутылка вина и коробочка натурального мармелада. Вот, в принципе, то, что можно удивить человека именно этим продуктом, этим подарком, уникальностью его усилия. Подарки как готовы, так, я понимаю, можно собраться. Правильно. Это вот наше предложение, это наше предложение, это образцы продуктов, которые вы для того, чтобы вы как-то пришли на эту идею. Потому что когда человеку задаешь вопрос, а как бы вы хотели видеть, все спрашивают, а как это будет выглядеть. И когда мы уже делаем примеры, человек уже в зависимости от того, что больше отдает предпочтение на конфетам, алкоголю, вину, еще что-то, еще что-то, мы формируем подарки. Ну и, конечно, важный вопрос все-таки бюджет. То есть в зависимости от бюджета можно делать эксклюзивные. Дорогие, так и бюджетные подарки. Конечно, да. Самый дешевый подарок, который мы делали, это был 1600 кинги. А самый дорогой подарок, который мы делали, он был 12 тысяч долларов. Вот это да. Да, вот поэтому для всех вы можете выбрать у нас хорошие подарки. Спасибо еще раз огромное. Спасибо. Генеральный партнер программы «Астория Казино». «Астория Казино» Самыми дорогими духами в мире признаны «Империал Маджести» от Клайв Кристиан. Их чарующий аромат разрабатывался производителем 6 лет. Сегодня это не просто духи туалетные, а аромат, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса. Элитные духи были выпущены в очень ограниченной серии. Всего 10 флаконов, емкость каждого 507 мл. В состав композиции вошло более 200 компонентов, в том числе и индийский сандал, который очень сложно вывезти с территории страны. И таитянская ваниль, добыть которую не менее сложно. А также бергамот, мадагаскарский иланг-иланг, природная резина и корень фиалки. Самые дорогие мужские духи упакованы в уникальный флакон, украшенный бриллиантом в 5 карат и воротничком в виде золотого ожерелья с белыми алмазами. Стоит такое удовольствие 245 тысяч долларов. Одним из его обладателей стал сэр Элтон Джон. Специально для него флакон сделали в виде пианино. Генеральный партнер программы «Астория Казино» Большинство гольфистов готовится к неприятностям. Хороший гольфист готовится к успеху. Фраза легендарного гольфиста Боба Тоски хороша не только для гольфа. Но все же гольф, несмотря на славу элитарного развлечения для имущих людей, прежде всего остается серьезным видом спорта. И в Казахстане этот спорт уже достаточное время привлекает на свои поля как профессионалов международного уровня, так и людей, которые, может, и не могут похвастаться громкими регалиями, зато точно понимают все прелести гольфа как способа отлично провести время. Одной из заслуженно любимых локаций для профессионалов и любителей гольфа является известный клуб Нуртау. Не приминув воспользоваться прелестью солнечного осеннего денька, мы отправились в Нуртау побеседовать на профессиональные, да и не только темы, с директором данного гольф-клуба по совместительству являющимся представителем Федерации гольфа Республики Казахстан. На самом деле гольф – это один из тех видов спорта, который генерирует развитие туризма, или гольф-туризма, по-другому называем. Потому что поля для гольфа – это самые красивые, облагороженные, ухоженные места, куда можно поехать на отдых. Там есть гостиницы, там есть какие-то курорты. Естественно, если вы выбираете гостиницу, в которой одна из услуг есть гольф, то совершенно точно вы не прогадаете, потому что это будет самое красивое, ухоженное, зеленое, живописное место, где прекрасно не только поиграть в гольф, но и просто выйти погулять. Ну и в Казахстане интерес уже достаточно серьезно проявлен со стороны зрителей, со стороны поклонников этой игры, поэтому мы наблюдаем все большее количество зрителей, которые приходят посмотреть на замечательную игру и замечательных игроков, прежде всего. Конечно же, первый вопрос – когда вы попадаете в гольф-клуб, а сколько все это стоит? Я привык, на самом деле, сравнивать это все со стоимостью игры в теннис. Можете найти здесь для себя очень серьезную компанию бизнесменов, с которыми вы захотите познакомиться. И это уже клуб. Клуб, который предлагает вам вступление в членство, и располагая достаточными, так сказать, возможностями и связями, вы можете купить себе вплоть до пожизненного контракта, по которым вы будете являться постоянным членом клуба и, естественно, иметь возможность общения в элитных кругах общества. И, собственно, для этого это и создается. Есть моменты, когда вы можете прийти, попробовать насладиться, и если вы ходите не каждый день, то есть не на регулярной основе, а просто там в уикенд-гольфер, вы пришли, взяли клюшку, мячики, пошли, постучали в свое удовольствие, это вам действительно будет обходиться там полторы-две-три тысячи тенге за целый день. Да, ну, естественно, если вы захотели попить, поесть, отдельный разговор, но наш ресторан, он стоит тех же самых денег, что и городские рестораны, мало чем отличается. Единственное, что мы имеем замечательную летнюю площадку, на которой вы можете прекрасно отдыхать целый день. Мы имеем магазин, в котором продается абсолютно все оборудование для гольфа, начиная банально сменить обувь, надеть носочки, рубашки, маечки, брюки. Ну, естественно, оборудование для гольфа, которое вам понадобится, если вы уже полноценно играете в гольф. Оборудование может стоить от 300-500 долларов и доходя там до 20-30 тысяч долларов. В зависимости от ваших вкусов. Но это же не принципиально, покупать какое-то самое навороченное, дорогое оборудование. Так же, как катаясь на горных лыжах, вы можете купить себе лыжи и за 10 тысяч долларов, а при этом совершенно реальные цены и за 200, и за 300. То же самое происходит и в гольфе. Можете выбирать на свой вкус и цвет то, что вам больше приемлемо, то, что вам больше нравится. Но всегда в любом гольф-клубе вы можете взять все оборудование на прокат. И не обязательно иметь что-то свое, так же, как вы катаетесь на лыжах или играете в теннис. Поэтому политика вот эта вот ценовая, она очень близкая абсолютно во всех видах спорта. И нельзя сказать, что это дорого или дешево. Это все зависит только от вас, как вы пожелаете, в каком сегменте вы пожелаете остаться. Либо двигаясь все время дальше и развиваясь, приобретая какое-то дополнительное оборудование шаг за шагом, вы сформируете себе полноценный комплект клюшек, который позволит вам играть на 18 лугах. Генеральный партнер программы «Астория Казино». Журнал «Мэнс Хэлф Казахстан» совместно с «Реактор Кроссфит» объявляет проведение первого чемпионата по кроссфиту среди элит профессионалов и фитнес-любителей. 15 ноября с 11 до 17 будем рады видеть тебя на крытых кортах в горьком теннис-парке. Вход свободный. Билеты можешь найти в сети кофеин «Глория Джинс». Чтобы узнать больше, заходи в группу «Чемпионат Мэнс Хэлф» и «Реактор Кроссфит» в Фейсбук. Одной из самых ожидаемых автомобильных новинок в 2013 году был флагманский Mercedes-Benz S-класса нового поколения с индексом кузова W222. «Скрывающийся шедевр за черным полотном» – именно это бросалось в глаза на пресс-конференции. Новый S-класс – это, безусловно, волнующий дизайн, это спортивный экстерьер и это современный интерьер. Это идеальная комфортная атмосфера, которую можно почувствовать не только внутри, но и снаружи. Это идеальные условия для работы, которые воплощаются в индивидуальном сидении и рабочем месте для задних пассажиров благодаря улучшенному комфорту сидений и пространству для задних пассажиров. Это образцовая безопасность, которую мы уже не первое десятилетие слышим и видим в наших автомобилях, но и тем более в S-классе. Это превосходный комфорт движения за счет новых и инновационных функций, таких как Magic Control и с видящей функцией, и Airmatic, а также экологичность. По сравнению с предшественниками, внешний S-класс стал изящнее, лишившись массивных крыльев, но получив более рельефные боковины. По своим габаритам новый Mercedes получился длиннее, шире и ниже прежнего. Как и прежние поколения, S-класс задал новый стандарт в автомобильной безопасности. Седан получил комплекс Intelligent Drive. Автомобиль по всему периметру оснащен датчиками, камерами и радарами, призванными предотвратить аварийные ситуации. Новая модель будет первым автомобилем, в котором не будет ламп накаливания, только светодиоды. А новая адаптивная подвеска умеет подстраиваться под текущую дорожную ситуацию не в режиме реального времени, а заранее. Активный круиз-контроль способен самостоятельно ввести автомобиль в пробке, а автоматический парковщик сам запаркует машину. И цены на этот автомобиль начинаются от 100 тысяч евро. Генеральный партнер программы «Астория Казино». Говорят, что хорошие эмоции – это та самая вещь, которая зачастую позволяет нас чувствовать себя живыми по-настоящему. И мне кажется, сегодняшний веро-загрешет «Казино Бомбей» – это ясно нам. Доказал столько эмоций, столько радости. И, безусловно, самая большая радость была у владельца Range Rover автобиографии. Ну и, в принципе, вы знаете, как показывает нам это чудо техники. Почему-то сейчас оно нам ничего не показывает. Но обычно оно, да, показывает разные вещи, которые происходят в городе развлечений практически каждый день. В общем, господа, живите азартно, живите с азартом и живите вкусно. Ну а мы отправляемся дальше на поиски самой свежей и самой интересной информации для программы «Мейнстайл». Увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok